Добрый вечер! Это телеканал Ласт Вест. Мы говорим с вами на русском языке. В берлинской студии Дарья Сухарчук. И вот о чем пойдет речь прямо сейчас. Центр Берлина все утро был прикрыт полицией. Причин сразу две. Визит 12 лидеров африканских государств и операция по задержанию возможного террориста. На Мальте задержан человек, который мог быть посредником в убийстве журналистки Дафны Каруана Галисии. Но его могут помиловать. В Альпах сходят лавины, а в Венеции сильнейшие за полтора века наводнения. И граждане России уже собрали миллион евро на спасение итальянского города. Берлинская полиция задержала гражданина Сирии, которого подозревают в терроризме. И что самое поразительное, вплоть до сегодняшнего дня этот молодой человек, ему 26 лет, работал в школе и в музее Боде. Это художественный музей, один из главных в Берлине. И расположен в самом центре, на музейном острове, по соседству с популярным у туристов пергамским музеем, где стоят ворота Иштар. При этом, как сообщает столичная полиция, он собирался взорвать бомбу где-то на территории Германии. Точное место теракта, которое он планировал, пока неизвестно. И уже в январе этого года начал запасать у себя дома химикаты, нужные для производства взрывчатки. Полиция смогла следить его по чату в мессенджере Телеграм, где он обменивался с участниками, схемами автоматического огнестрельного оружия и рецептами самодельной взрывчатки. Этот 26-летний мужчина находится под серьезным подозрением. Он состоит в групповом чате исламистов в Телеграме, которые связаны с исламским государством. В этой группе публиковались инструкции по сборке огнестрельного оружия типа АК-47, автоматических пистолетов и другого оружия. Кроме того, там публиковались инструкции по изготовлению взрывчатки и мин. Целью этого чата было планирование терактов. Обвиняем ему 26 лет, и сейчас он находится под следствием по обвинению в подготовке серьезного преступления, представляющего угрозу для государства. Следствие ведет федеральная генпрокуратура. В немецкую столицу на встречу с правительством Германии приехали сегодня лидеры 12 африканских стран. И речь не о беженцах. Форум экономический. Главная его тема – инвестиции в африканский регион, которым Германия придает большое значение. И речь идет не только о немецких инвестициях. Предприятие проходит под эгидой большой двадцатки, куда из африканских стран входит пока только ЮАР. Обращаясь к своим сегодняшним гостям, канцлер Германии сразу же заявил о том, что этому региону нужно бороться с коррупцией из-за прозрачность. Позвольте мне для начала отдельно обратиться к президенту Египта, господину Аль-Сесси, который не только занимает место председателя Африканского Союза в этом году, но также празднует сегодня в Германии свой 65-й день рождения. Поздравляем вас, господин президент, и всего вам самого лучшего. Я искренне уверена, что прозрачность в управлении может привлечь новые инвестиции в стран большой двадцатки, например, от немецкого среднего бизнеса. И нам очень важно строить доверие и прозрачность, которые позволят инвесторам сразу понять, куда они вкладывают деньги и на каких условиях. Это не первый большой африканский саммит, который прошел недавно. 23 и 24 октября в Сочи прошел саммит Россия-Африка, куда приехали президенты и премьер-министры всех 54 стран континента, а не 12, как сегодня в Берлин. На этом форуме главной темой тоже было экономическое сотрудничество, в том числе в области энергетики. Россия будет строить в Африке атомные электростанции, а также расширять экспорт оружия. При этом о борьбе с коррупцией на этом форуме речей никто не произносил. Вместо этого российский президент Владимир Путин объявил, что прощает 20 миллиардов долгов африканским странам. Правда, такие долги обычно прощают не просто так, а в обмен, например, на преференции для российских добывающих компаний. Так что фактически это было не прощение долгов, а выгодная сделка на 20 миллиардов долларов, подробности которой нам сейчас никто не раскрыл. Партия СДПГ выбирает нового лидера. С сегодняшнего дня члены партии, а их примерно 425 тысяч, могут проголосовать за новый тандем лидеров. Голосование продлится 10 дней, вплоть до 29 ноября, и до финала этой гонки дошло две пары кандидатов. Олаф Шольц, министр финансов, и Клара Геевиц, которая до этого сентября была депутатом в земельном парламенте Бранденбурга. Вторая пара – это Норберт Вальтер Боржанс, он до 2017-го был министром финансов земли Северной Рейн-Вестфалия, и Саске Эскин, депутат Бундестага от Баден-Вюртемберга. Олаф Шольц, который до последнего говорил, что не собирается участвовать в этой гонке за лидерство. Однако теперь, за 10 дней до конца голосования, он говорит совсем иначе. У меня очень хорошее предчувствие по поводу этого голосования. Сейчас все в руках 430 тысяч членов социал-демократической партии Германии. Я надеюсь, что они доверят управление мне и Кларе Геевиц. Но мы не будем управлять партией вдвоем. Хорошо, что нас двое, и что мы мужчина и женщина. Но мы будем управлять партией вместе с земельными и окружными отделениями СДПГ и со всеми членами партии. Если в итоге этого 10-дневного голосования главой партии станет Олаф Шольц, это будет значить, что в 2021 году именно он возглавит список СДПГ на выборах в Бундестаг. И таким образом будет претендовать на место канцлера Германии. Турецкий президент Раджио Продоган заявил, что Турция не будет отказываться от приобретения российских зенитных установок С-400. Как раз на прошлой неделе Эрдоган встречался с американским лидером Дональдом Трампом. Во время совместной пресс-конференции президент США даже назвал себя большим поклонником турецкого коллеги. Однако, как выяснилось, этого недостаточно, чтобы убедить его отказаться от покупки российских ЗРК. Американское правительство уже не первый месяц пытается отговорить Турцию от покупки С-400, так как опасается, что Россия при помощи этих установок сможет получить секретные данные о новых американских самолетах-истребителях F-35. Мы заявили американскому президенту, что отказ от российских защитных систем С-400 не обсуждается и что США должны учитывать это, когда они предлагают нам другие решения. Мальтийское правительство объявили об аресте человека, который мог участвовать в самом громком убийстве на острове за последние несколько лет. Как сообщает мальтийская полиция, ей удалось задержать мужчину, которого считают посредником в заказном убийстве у журналистки Дафны Каруана Галисея. Дафна Каруана Галисея погибла два года назад. Ее машину взорвали совсем рядом со собственным дому в мальтийской столице Валетте. Погибшая была известным журналистом у себя на родине. Она занималась коррупционными расследованиями, писала статьи для двух самых крупных газет «Острова», а также вела собственный популярный блог. Ее последнее расследование было связано с знаменитым панамским досье. В нем утверждалось, что одна из офшорных компаний, упомянутых в досье, принадлежит жене мальтийского премьера Джозефа Муската. И надо же так совпасть, что сегодня именно премьер первым из мальтийских политиков прокомментировал арест предполагаемого преступника. В прошлый четверг полиция Мальти совместно с Интерполом провела операцию, в ходе которой было арестовано несколько человек, включая одного, которого подозревают в том, что он был посредником в убийстве госпожи Каруана Галисия. Операция была направлена против отмывания денег. Интересующий нас человек во время полицейского допроса изъявил желание сотрудничать с органами и поделиться с ними полезной информацией. Через своих адвокатов этот человек сначала потребовал президентского помилования. Запрос был обращен ко мне и я обсудил его со следователями и генеральным прокурором. Я только что подписал это письмо, которое дает гарантию помилования в том случае, если этот человек будет сотрудничать с полицией и если представленных им сведений будет достаточно, чтобы привлечь к ответственности заказчика этого убийства. Сегодня официально стартует сбор средств на помощь Венеции, пострадавшей от сильнейшего с до 148 лет наводнения. Но еще до начала официальной кампании россияне собрали 1 миллион евро. Об этом и читался посол Италии в России Паскуале Террачано. В сборе средств активно участвовал Валерий Гергиев, директор Мариинского театра. Валерий Гергиев После того, как за один день был собран 1 миллион долларов, как выяснилось при помощи Валерия Гергиева, итальянское посольство в России объявило о новом раунде сбора средств. Это уже часть большой кампании, которую поддерживает МИД Италии по всему миру. В Австрии и в итальянском регионе Южный Тироль продолжаются сильные снегопады и дожди. Накануне австрийское правительство объявило в стране чрезвычайное положение. Сотни людей застряли в горах. Речь идет в том числе об известных горнолыжных местах. Это Цель Амзея, Мальниц, Ренвек и курорты в горах рядом с Зальцбургом. Погиб один человек. Его погубило оползень, вызванный дождем и снегом. Вообще основная проблема сейчас в австрийском регионе Штирия. Это оползни. Каждый наносит серьезный ущерб. Когда не страдают люди, речь идет о финансовом ущербе. Завалы на дорогах начала сегодня оперативно разбирать австрийская армия. Наша команда работает на пределе своих возможностей, как физических, так и душевных. Эвакуации потребуют от нас полной отдачи. Мы только что попросили прислать нам на помощь австрийскую армию. Тут в Бруке уже 20 человек. Завтра мы ждем, что в цель Амзея приедет еще 20. И они нам помогут. Мы хорошая команда. И мы сделаем все, что в наших силах. Среди тех, кто застрял в горах, правда всего на один день, оказалась сестра моей коллеги Маши Волковой, Надежда. Мы коротко поговорили с ней, чтобы узнать, каково это застрять в горах. На эти выходные Надежда, которая живет в Баварии, недалеко от австрийской границы, поехала с мужем и детьми в спа-отель в австрийских Альпах, как раз недалеко от Зальцбурга. Но вернуться домой, как было намечено в воскресенье вечером, не получилось. На воскресенье тоже несколько раз мы слышали сирены. Последняя такая очень долгая была, где-то как раз, как мы хотели уже собираться и уезжать. Когда мы пришли на высокой регистрации оплачивать за счетами и хотели уже уезжать, там стояло несколько таких же гостей, которые тоже остались больше в отеле. И один гость уже хотел уезжать. Я взглянулась обратно, потому что сказала, что дорога перекрыта. Что именно там было, мы не знаем. Было ли это наводнение или оползень, потому что все в спутине двери от сильной дождей. Поэтому... Или было перекрыто просто, потому что была опасность, как бы мы не знаем. Поэтому хозяйка отеля сразу предложила нам номинат. Очень даже хорошие люксы, номинат по хорошей семье. Гостям этого отеля повезло. Уже утром в понедельник погода исправилась, и они спокойно уехали к себе в Баварию. Я с вами прощаюсь до завтра. Желаю вам интересного вечера. Но вы оставайтесь с нами и смотрите прямую линию с героиней нашего сериала «Хэштег Я Псих» Динарой Расулевой. Она ответит на все ваши вопросы прямо тут у нас в Берлинской студии. Вопросы можно оставлять на страницах Ост-Вест в Фейсбуке и в Ютьюбе. Продолжение следует...